Вы любите химию? Думаю, что большинство из вас ответит «да». Но когда-нибудь задумывались, что существует объект, который ломает все фундаментальные законы, представления о базовой химии? Нет? Тогда я, господин Кристиан Ван Каст, поведаю вам о SCP, который именует себя как страшный сон Менделеева. Объект номер SCP-2046. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-2046 должен быть прикреплен к стене в безопасной герметичной камере содержания с воздушным шлюзом и радиационной защитой. Несколько других, не аномальных таблиц, идентичных SCP-2046 по размеру, должны быть прикреплены к стене рядом с ним. В любой момент времени необходимо наличие не менее 20 таблиц. В камере также должен содержаться набор герметичных стеклянных емкостей, в каждой из которых находится образец одного из первых 92 элементов периодической системы химических элементов массы в 1 грамм. Исключением могут составлять такие редкие вещества, как Франции или ОСТАТ. Каждые 24 часа сотрудник класса D в изолирующей экипировке для работы с опасными материалами класса А должен проводить обследование таблиц и их сравнение с несодержавшимся в камере образцом. Отвечающий за эту процедуру сотрудник должен быть совершенно некомпетентен в химии и подлежит обработке амнезиаком класса C после ее проведения. Таблицы, подвергшиеся видоизменению из-за воздействия SCP-2046, далее SCP-2046-1, следует изымать и заменять на новые. Изымаемые экземпляры SCP-2046-1 необходимо запечатывать в черный бумажный конверт, измельчать, изжигать. Аналогично, образцы химических элементов должны изыматься и заменяться ежемесячно. В случае превышения внутри камеры содержания уровня радиоактивности в 20 граев в минуту, воздух из камеры должен быть откачан, помещен в защищенные баллоны и утилизирован. Все отходы, образовавшиеся в ходе проведения процедур содержания, должны быть направлены в один из принадлежащих фонду режимных подземных центров по переработке радиоактивных отходов. Описание. SCP-2046 представляет собой глянцевый лист бумаги, размером 91 на 61 см, и изображенный на нем таблицу периодической системы химических элементов П, С, Х, Э. Находясь вне наблюдения, SCP-2046 саморасширяется путем добавления новых элементов и их групп в свою таблицу. Добавленные таким образом элементы не соответствуют общепринятым законом химии и структуре построения периодической системы. На момент описания на SCP-2046 отображен 191 аномальный элемент, из них только значится в расширенной ПСХЭ фонда. SCP-2046 оказывает меметическое воздействие на наблюдателей, примерно в 80% случаев это проявляется в убежденности подопытных в корректности изображенной на SCP-2046 таблице и их явном замешательстве при демонстрации стандартной ПСХЭ. В остальных 20% случаев испытуемый отмечает, что в таблице есть что-то лишнее, но не может указать, что именно, даже имея возможность сравнить SCP-2046 со стандартной таблицей. Введение амнезиака в класс АС нейтрализует, по крайней мере частично, действие этого эффекта. Кроме этого, SCP-2046 внедряет атомы своих аномальных химических элементов в окружающую среду путем преобразования ее случайных атомов. Большинство аномальных элементов не может существовать в нашей Вселенной и мгновенно распадаются на элементарные частицы. Вызывая постепенно усиливающееся радиоактивное излучение. Люди, подвергающиеся этому воздействию, начинают испытывать ощущения, схожие с симптомами отравления дежурными металлами, лучевой болезни и данную длину. Точная скорость преобразования элементов пока не определена, но установлено, что до постановки на содержание SCP-2046 размещался на стене реакционная аудитория. Выдалено. Штат Джорджия в течение по крайней мере месяца, прежде чем были зафиксированы первые случаи поражения учащихся. Объекты SCP-2046-1 – это другие таблицы ПСХ, подвергшиеся воздействию SCP-2046. Таблицы, оставленные без наблюдения вблизи SCP, самопроизвольно видоизменяются в изображенную на SCP таблицу. Хотя SCP-2046-1 не обладают свойством преобразования атомов, они все же представляют собой меметическую угрозу и должны содержаться в соответствии с описанными выше условиями. Условия содержания удалось разработать под руководством доктора с применением УДЛИНУ. Взываемые SCP-эффекты были подавлены путем его размещения вблизи с изображениями стандартной таблицы ПСХ и образцами химических элементов. Со времени проведения этих процедур возникновения новых элементов таблицы отмечено не было, а уровень радиации в камере содержания повысился только до УДЛИНУ. Приложение. Сотрудники старшего исследовательского персонала выдвинули гипотезу, что образование и распространение стабильных аномальных химических элементов может нарушать законы физики и в конечном счете привести к событию реструктуризации реальности класса СК. В связи с этим все эксперименты, связанные с аномальными элементами, запрещены до особого распоряжения О5. Удивительно, необразованный человек, который вступает в контакт с этим SCP, подвержен более низкому меметическому воздействию, чем образованный человек, имеющий образование выше, а то и 2, а то и многие годы работы в фонде. Оставайтесь с SCP Foundation. И самое главное, оставайтесь образованными. Наконец.